Можно, конечно, сварить гречневую кашу и съесть ее с маслом или сметаной, но это скучно. А если чуть-чуть пофантазировать, то можно получить от приготовленной еды удовольствие, обязательно попробуйте. Очищенный лук с морковью измельчите, гречку вымойте, на сковороде обжарьте лук с морковью, потом добавьте фарш, обжарьте вместе, затем добавьте гречку, кетчуп, влейте воду, готовьте 35-40 минут под закрытой крышкой. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Подготовьте ингредиенты, лук, морковь и чеснок почистите, гречку переберите и тщательно промойте. 2. Лук порежьте, некрупно, морковь потрите на крупной овощной терке. 3. На подсолнечном масле обжарьте вначале лук, потом добавьте морковь, еще немного обжарьте, раздвиньте лопаткой овощи, вложите в центр куриный фарш, постоянно мешая и разбивая его лопаткой, немного обжарьте, когда фарш побелеет, смешайте его с луком и морковкой, посолите, добавьте специи, также добавьте тертый на мелкой овощной терке чеснок, немного, минут 5-7 обжарьте. 4. Теперь положите туда же вымытую гречку и кетчуп, посолите, добавьте специи, тщательно перемешайте, немного обжарьте. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Вскипятите чайник, налейте в сковороду 4 стакана горячей воды, стакан должен быть тот же, которым отмеряли гречку, при необходимости посолите, закройте крышкой, доведите до кипения, уменьшите газ и не трогайте сковороду 35-40 минут, выключите газ и пусть гречка по-купечески с фаршем постоит 5 минут, дойдет, все, блюдо готово, приятного аппетита. Подписавшимся, больше вкусностей. Продукты и их количество, далее. Крупа гречневая, 2 стакана, лук репчатый, 1 штука, морковь, 2 штуки, фарш куриный, 350 грамм, кетчуп, 2 столовые ложки, чеснок, 2 зубчика, масло раст, 2 столовые ложки, для жарки овощей, соль, специи, грамм, по вкусу, количество порций, 4-5. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова